ребят всем привет решил закопить грудинку взял грудинку с ребрышками ребрышки тоже буду мариновать вот такую грудинку я вот такие кусочки порезал на раз достал ее это сил сейчас делаем рассол ребят на рассол я буду выйти на литр потому что примерно поставил 3 литра я могу быть на литр 20 грамм нитритной соли 60 грамм обычной соли и перец лаврушка приправа воду нагреваем высыпаем соль главно сейчас кипятителя поставили в угол остужать простудим зальем и три дня надо будет мясо-мариноваться или каждому переворачивать шевелить пассировать перец горошком сейчас закипит выключаем все размешиваем хорошо боку набираем смесь для синины каждому к по вкусу какому друзья прошло три дня все мясо перекладываем в тазик водой у холодный замачивать санкри для чего замачивать ребятам потому что сверху в любом случае будет сильно соленого внутри мы вымочим уже вкус соли был равномерный заливаем полностью а что я в этих часах вымачивать ребят у нас у нас отмочилась три часа отмачивалась мы вот так пленку завернули плотненько я буду брать духовку ребят будем готовить и готовить ставим еще только ребят самый толстый кусок мяса выставим на 72 как в 72 теперь дура будет мы достаем холодную воду потом будем коптить и обсушивать купить духовку ставим на 110 можно ребята все сделать в коптильный маскид афрагана ну там просто так объем маленький смысл его запускать там долго будет греться здесь духовке это быстрее эконом не получится убираем в духовочку сейчас курочку я сделаю это уж не суть важному делом мяса только еще привязанных поделим закупается включим все ищем самый кусочек мяса ребят его внутрь вставляем вот так вот у нас 76 вот 71 ребят включаем духовку ну 110 ребят как только спики на немножко это все я тоже не буду я так шума работ и к сару холодную воду послужим что дальше уже не продолжался может быть готова и потом по ее платить друзья в гараже сейчас мяско буду насаживать сушильный шкаф от компании москита мясо уже ребята готовы можно есть мы его под коптим сегодня мы его оставим ребят сушиться на ночь она у нас посушится а завтра будем коптить да блин что такое-то мяско получилось видите она уже как бы все готовы и влажные на него дым лягет мы его щас будем сушильный шкаф до завтрашнего утра вот так радость вам коптить лягушки насаживаем опа вот такая вот она получилась сушилка рыбка у меня еще сушится но это все рыбка вот ладно у меня с конушки видите ребят ну все сейчас до завтрашнего утра это будет все сохнуть автоматически на 25 градусов на 20 рубля ребятки ну что вот мы приехали подвелилась ребят рыбу меня верил а свернулась ребята получается 7 часов ну рыбы ты другой разговора так получилось ребятки все мяско сухое курочки на курочку мы не будем рыбка тоже сухая все тяжелых ребят пожелтела так уже жирок такой выходил ну чтобы сейчас ребят коптить сейчас мы сначала тогда подготовим что у нас речка заморозили дрочкой поколол много не буду ребят то что много положу так столько выкинул щепочек немножко коптить будут немного все готово уже и достаточно дровишек еще туда ребята на экономную закрываем ребят еще раз говорю москит компания москит ящики сделаны из чего нержавейки чтобы мы сначала рыбка ребята другой рукой что пешь мясо сейчас все же держи все ребят закладка произвел задвигаю туда и заполозе наши задвинуты такая красота получилась смотри что ничего иголки нигде не задевались шипы все закрываем включаем нагрев включаем дым выставляем взорник на 350 и все ждем рецепт пойдет будем взорник убирать меньше и включать холодное копчение ждем сейчас отключился такая штука вообще нормально выставляешь таймер можно неделю все у тебя работает друзья пока ждем ему поет хочу рассказать им про это немножко чем хороша вот эта коптильня на эти 4 одном можно и без статики коптить и горячего копчения и холодного ребят вот эта продукция которая подготовила ее можно уже коптить как вы обычную традиционную способу но опять же чем хороша это тем что электростатика ребят еще дым пойдет выключаем это статику на насчет электричество и сейчас очень много играет нужно для нас полагается очень много виден не только на пьянском теплое огонь и и все очень многое новое из неплохо и очень многое как мы в этом видео мы возьмем на basis к нему он меня некий synergist к этому жилу и подошел вborn вякли и чтобы смотреть на нас в тарик теперь и на минутку приезжая в BIKE разрешенная и спустя я прям еще не нужен и не буду помогать до сих пор можно рыбу рам рыбу дверь летом благо водоема позволяют знакомым много рыбаков буду рыбу верить сушить гореть холодное включение как коптить вот так все это оборудование ребят еще разговор телефон ваган компания москит ваган основатель ребята пишите звоните все оборудование поставляет люди хорошо работают все подсказывают мне учет некий непонятки звонил не отвечает это все ждем дымок ребятки на всюду пошел незавидно не видно включаем то чем учета так здесь нагрелась включаем зорник убавляем градусов на он придумал на 180 слышите куда приближение все сейчас есть и открыть весь кнопка не работал на открывание откроешь там дым вообще нет убивать все ребят полтора часа через полтора часа включить прошел полтора часа копчения полчаса еще дым уходил кран все отключил 222 десет прошло часа аккуратненько будем выдвигать поглядите бляшки такой желтоватый цветик сейчас рядышки будем перевешивать это все сушилку вот такой ребят он сейчас все приобретет но тут плохо в гараже видно ребят цвет ну все потом увидите сейчас сушилку на полчасика на часик может пускай все сохнет так что я рыбу то ладно ладно ребят сейчас покажу вам самое главное так ребрышки копчу сейчас на ребят кому-то кажется что цвет такой не сильно приобретет цвет отдохнет я думаю часик ребят сейчас тяжелую то все дуги то я думаю часик ребят сейчас тяжелую то все такой желтый приятный такой ребят кому нравится цвет может конечно и больше коптить все готово прокрутилась попробовать чуть позже друзья ну что прошли сутки вся конечно не удержались мяско уже поели слабо желтый вкус ну да еще раз говорю это без краситель магазине он конечно копченок уж там кости гулять ножки сели все ребят копченки что саму было как чего не секрету я девушки всем приятно аппетит всем приятного аппетита Субтитры создавал DimaTorzok